Всем привет! Меня зовут малышка Дмитрий и я в общем профессионально занимаюсь радиоуправляемыми моделями. Все что плавает, летает, ездит, это ко мне. Модельками радиоуправляемыми я начал заниматься, когда мне было еще 6 лет, то есть это порядка 28 лет тому назад. Это действительно не шутка, это вид хобби у меня семейный. Привели в это хобби мои родственники, а точнее мой дедушка и мой папа, которые занимались еще в советское время кордовыми самолетами. Папа занимал призовые места на союзных соревнованиях, на чемпионате Москвы он был в призах. Бронзовая медаль у него была, простите, не бронзовая, серебряная медаль у него была, конечно же. Потом они уже с дедушкой построили свои первые радиоуправляемые самолеты. К счастью, была возможность из ГДР получить радиоаппаратуру Грауфнер, которая у нас до сих пор сохранилась в семейном таком, даже не архиве, в семейном музее. Конечно же, у нас есть аппаратура РУМ и в общем все, что с этим связано. Дальше, конечно, в хобби пошел мой брат старший, Вадим. Он начал кататься на радиоуправляемых машинках. Его в это хобби подтянул наш сосед по даче, Антоша, который, как оказалось, живет где-то недалеко с нами в Москве и ходит в дом юного техники, который находился также недалеко от нашей с братом школы. Ну, в общем-то, в какой-то момент у нас стал выбор, что нам, летать на самолетах, плавать на лодках, либо гонять на машинках. Вертолетов радиоуправляемых тогда еще не было. Мы, в общем-то, с братом попробовали все на радиоуправлении, но вот самолет, полетаешь-полетаешь, его морковкой вставляешь в землю, и это тебе месяц ремонта. Причем даже не тебе, а твоему дедушке и папе. С лодками также были проблемы, потому что лодки, бывали, просто ломались, и надо было придумать, как достать их из воды. С машинками все было намного проще, хоть они у нас тогда были и самодельные, мы делали их из текстолита, кузова делали из стекловолокна, покрышки мы вырезали из резинового покрытия, которое использовалось на стадионе рядом с нашим домом. Так что все было творчески, но главное, что при аварии машинку можно было просто достать из пакета заготовленную деталь, поставить ее на место, и дальше продолжать гонку. Ну и, в общем-то, конечно, габариты и размеры нас с братом не позволяли нам заняться профессионально автоспортом, хотя и автоспортом мы с братом также отметились, мы принимали участие в трофи-рейдах на настоящих машинах, у нас была прокачанная Нива, и мы на ней, в общем-то, также очень успешно занимали призовые места на соревнованиях, выступали, но бюджет в какой-то момент и закончился, и, в общем-то, поменялись пути, брат мой перестал заниматься, в общем-то, с какой-то момент радиоуправляемыми машинками, хотя до сих пор они у него есть, он, в общем-то, получает удовольствие от этого всего дела. Папа мой тоже немножечко отошел от дела, но тут, в общем-то, возраст не позволяет ему этим заниматься, а у меня как-то это все дальше пошло развиваться, и я стал, помимо того, что просто пилотом радиоуправляемых машинок достаточно быстрым, хотя до брата я до своего так и не дотянулся, он у меня многократный чемпион России был, и действительно очень талантливый и перспективный пилот, но у меня открылось другое мое, наверное, как это сказать, и увлечение, и предназначение, так скажем, я стал организатором соревнований на машинках, начал организовывать свою лигу соревнований по электровнедорожникам, проводить первые соревнования под названием EP of Road Cup, гонки проходили в Москве, потом появились регионы, потом это как-то все переродилось в этапы Кубков России, всесоюзные соревнования, чемпионаты России, и сейчас, наверное, 10-й масштаб баги электро, это один из самых популярных зимой классов моделей, ну и, конечно же, самый такой соревновательный и представленный в регионах в плане трассы и количество соревнований, которые там проходят. Но вот пару лет назад я еще увлекся гоночными дронами, начал на них летать, хотя у меня на них вообще ничего не получается, то есть максимум на тени вупи, я могу полетать там дома в свое удовольствие, не более того, гоночные дроны попробовал, полетал, поломал, поразбивал, починил и понял, что здесь точно не хватает качественной организации соревнований. И как-то я углубился этим процессом. Сначала я помогал Всероссийской линии дронрейсинга проводить соревнования, потом в какой-то момент понял, что соревнования среди спортсменов – это такое замкнутое движение в развитии, и мне захотелось что-то делать самостоятельно. Я попал с своим другом детства, с Володей Ивановым, на соревнования в Австрию. Это гонки DR1 от Red Bull на гоночной трассе Red Bull в австрийском Шпильсберге. Это очень крутая формульная трасса, где как раз и формула проходит, и Red Bull впервые после чемпионата мира в Дубае решил провести коммерческую гонку, такого большого размера, масштаба и очень качественную. То есть я посмотрел на всю эту историю, мы организовали очень качественный лайф оттуда. Вова Иванов тогда боролся за первое место, но по стечению обстоятельств первое место досталось Австрияку, второе место – Вовану. Но мы, в общем-то, вернулись в Москву с победой, с багажом опыта. Вован продолжил участвовать в соревнованиях, а я углубился в процесс именно организации хороших соревнований шоу-формата. Ну и параллельно со всем этим делом у меня еще, в общем-то, открылось еще одно мое предстрастие, и, в общем-то, как раз теперь уже как формат работы, я очень хорошо говорю в микрофон, и могу комментировать соревнования, происходящее быстро, четко, внятно, и, главное, по делу. Так вот, теперь я гастролирую практически по всей стране. У нас за последний месяц уменялось порядка шести локаций, на которых мы проводили те или иные соревнования или шоу-мероприятия, где я выступал в формате ведущего. Мои друзья и мои сокомандники как раз работали в формате стаффа организационных. Мы проводим и застройку мероприятий, и проводим полноценные соревнования. Ну и, конечно же, работаем с публикой, и публика, в общем-то, очень прикольно реагирует на происходящее, поддерживает, в общем-то, мои какие-то напутствия, какие-то слова, реагирует всегда живенько. Так что вот в этом году мы здесь, в Санкт-Петербурге, во второй год нас сюда приглашает парк для того, чтобы мы помогли дирекции организовать их фестиваль, который называется «Праздник модельно-технического вида спорта» «Елагин слет». Ребята несколько лет его делали самостоятельно. В прошлом году нас привлекли на определенную часть мероприятий. То есть в этом году чуть больше перешло на нас. Ну и, конечно же, вот главная наша площадка. Здесь будут у нас проходить гонки дронов, показательные выступления от команды «Русджет» на радиоуправляемых вертолетах, больших, копийных, реактивных вертолетах. Кстати, на секундочку, ценник этого вертолета 50 тысяч евро одного. Конечно же, там будет еще 12 место в чемпионате мира по 3D-пилотажу. Это Леш Лапшин, молодой дарование из Москвы, на огромном самолете, почти 4 метра размахом крыла, с всякими там дымами и всякими огоньками он будет летать и показывать очень крутой высший пилотаж. Ой, простите, у меня тут оса, не буду, боюсь, переживаю. Так вот, еще будет воздушный бой, еще что-то будет. В общем, постоянно что-то придумываем. Есть куча своих площадок, которые хорошо заходят и на всяких музыкальных фестивалях, на всяких детских праздниках, то есть всякие тест-драйвы, прокаты. Так что много чего обросли. За последний год у нас и склад появился, и уже организовалась собственная фирма, в которой уже несколько человек даже работают на постоянной основе. Так что развитие идет очень активно. Ну и, конечно же, спасибо всем, кто поддерживает нас, приглашает. Мы стараемся. Вот на данный момент спать очень хочется, потому что последний месяц мы побывали в Казани, в Крыму, в Казани, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Санкт-Петербурге. И это не потому, что нам просто делать нечего. Это потому, что нас постоянно куда-то вызывают, приглашают. И, в общем-то, наши услуги пользуются достаточно востребованно и, в общем-то, достаточно качественно. В общем, вот. Так что я думаю, что есть к чему стремиться. У нас уже есть идеи на будущий год. Мы уже закупаем оборудование, потому что уже придумываем новые площадки, новые активности, новые шоу. Ну и, конечно же, уже есть работа по фестивалям в других городах. Я надеюсь, что география у нас расширится. Очень хочется съездить на Сахалин. Говорят, там круто. Ну и, конечно же, Новосибирск, наш любимый Новосибирск. Конечно, туда мы ездим уже много лет с радиоуправляемыми внедорожниками, с этапами Кубка России, Екатеринбург. Туда же выезжаем. Ну, в общем-то, хочется как бы и другие дисциплины, и другие направления данного вида спорта и хобби представить. Так что, ну, что могу сказать? Давайте подписывайтесь на мой инстаграм, Дималышко. Он называется «Меня можно также найти в...» Ссылки оставим. Ссылки будут под видео. Спасибо деду Вадиму. Так что... Я тут. Он сзади, он держит камеру, да. Спасибо вообще ему огромную. Да, давай я подержу, может быть, я тебе покажу, что... Нет, рачки на виду. Да, вот смотрите, вот он сзади. Соответственно, улыбается. Деду Вадиму, спасибо большое. Причем, скажу так, что мы с дедом Вадимом уже полгода общаемся. Давайте снимем хоть какую-нибудь интервьюшку со мной. И мы постоянно где-то пересекаемся в Москве. Но вот в Санкт-Петербурге буквально сегодня ночью пришла идея встретиться здесь в парке, в Центральном парке культуры отдыха имени Кирова и сделать это видео для вас. Так что, как обычно, пальц вверх, колокольчик. Рассказываем друзьям, подписываемся, приезжаем на наши мероприятия. Ну и давайте встречаться на соревнованиях еще чаще и получать от этого еще больше удовольствия. Спасибо всем огромное, ребят. Ну типа того, камон. Нормас, да? Нормас, нормас.